Привет, друзья! Какая лодочка хорошая, правда? Да. Это мои картины. Ну, тема нашего сегодняшнего разговора, коротенького, называется «Самодостаточность». Посмотрите мне в глаза внимательно и скажите, вы самодостаточны? И что такое самодостаточность? Что такое самодостаточность? Посмотрите, самая проблемная ситуация в жизни, самые сложные отношения в жизни – это личные отношения. Личные отношения с самим собой и с людьми. А женщины как устроены, например, чем бы они ни занимались? Делами, общением. У них на первом месте всё-таки личные отношения. С кем? Ну, с мужчиной, конечно. Она в этот момент думает об этом, о личных отношениях. А посмотрите, ну, хотели посмотреть мои картины? Пожалуйста, разные. Посмотреть, какие глаза у них. И мне всё время говорят, какие ты глаза рисуешь. А почему я так умею рисовать глаза? Потому что глаза или зеркало души, вы же знаете хорошо, зеркало души. А я рисую всё с душой, с любовью, и пока картину не допишу, себя самодостаточным не чувствую. А вы самодостаточны? Задайте себе этот вопрос. И в какие моменты, в какие секунды вы чувствуете себя самодостаточными? Ну, вот я, например, рисую, рисую. И если кто-то пришёл и говорит, ой, какая картина. Или какую-то книгу выпустил новую, такую интересную. Да, у меня в новой книге, которую выпустила, если ты там много стихов. А иногда мне говорят, и раньше говорили, да что ты делаешь вот такую вот кашу? Почему там и картины, и стихи, и афоризмы твои? Почему? Ну, потому что я хочу быть услышанным. Услышанным, понятым. Донести до читателя, кто я такой с разных сторон. Разные грани, чтобы он тогда читал мои приёмы ключевые, старые, новые. Сейчас и новые будут постоянно возникать, потому что сама школа работает, человек будущего. Создают эти приёмы, потому что там самое главное был принцип. Принцип, по которому создаются приёмы. Стратегия. А не просто тактика. Подними руку так, или сделай вот так. Сам принцип. Зелёная зона. Критерий минимального усилия. Это как раз таки выход на самого себя. На самодостаточность. Делаешь усилия, получаешь результат. Делаешь усилия, результата нет. Энергия мозга не открывается. Перераспределяется на поиск нового решения. Как правильно сделать. Возникает сомнение, правильно ты делаешь или нет. И вот в этот момент, когда ты пионер, когда ты делаешь что-то новое, ты что-то изобретаешь или созидаешь, чтобы все приходили и дивились, какое диво ты сотворил. В этот момент ты как на канате. И поэтому пришёл человек и говорит, да что ты за ерунду нарисовал. У тебя, говорит, лучше была прошлая картина. Я уже спать не могу. Я тогда самодостаточен. А в другой раз меня похвалили, и я уже чувствую, да, да, да. Я самодостаточен. А вы самодостаточны? Пожалуйста, напишите. Мы же создаём вместе на уху человечность, и там важны определения, понятия. Напишите, пожалуйста, самодостаточность. Да, что это такое, по вашему мнению? Когда вы бываете самодостаточными? Вот я, например, когда занят делом, когда я в потоке пишу, рисую, обучаю, лечу, там, кого-то готовлю, антисредствую подготовку к каким-то ситуациям, без напряжённых или каких-то других профессий творческих, да, я в этот момент в потоке, я в этот момент самодостаточен. Но я немножко подсказываю. Давайте без подсказок, сами. Итак, что такое самодостаточность? Самодостаточны ли вы, в какой момент вы бываете самодостаточными, вспомните, перелопатите жизненные ситуации, да. Вот я когда занят каким-то делом, с увлечением занимаюсь, ещё расскажу, что мне всё равно в этот момент, что мне скажут, похвалят, не похвалят, кто наступил мне на ногу, да, мне всё равно. А когда у меня что-то недоделанное, я вот спать не могу, пока не сделаю, не доведу, да. Всё хорошо, что сделано с любовью, чем бы вы ни занимались. Поэтому в занятии, в занятии самое главное вот это, чтобы работа была сделана с душой, с душой, да, чтобы она была тогда самодостаточной. Я пока картину не дорисую, чтобы душа не появилась, поэтому глаза у меня всегда хорошие. Да. Итак, за работу, друзья. Самодостаточность. Определяем понятия для науки человечности.